1 июня 2016 года. Станция обезжелезивания. Церемония открытия. Тут и там звучало облегченное. Мы это сделали. Этот объект вопреки. Шансов, что эта станция была бы у города, не было вообще. Когда я приехал в феврале месяц. Вот, ходите верьте, ходите нет. Она не была бы достроена. Здесь бы разбазарили деньги. Потом получилось бы так, что деньги потратили. Их не хватает. В связи с тем, что там изменился курс евро, доллар и так далее, и так далее. В общем, программа эта рухнула. Однозначно. Ее бы, может быть, достроили не в 2016 году и не в 450-летиях. Здесь, на самом деле, приходилось применять достаточно жесткие решения, волевые, которые в некоторой степени нестандартные были для Орла. Они и позволили эту станцию достроить. Особенно сложно было со Смоленской строительной компанией. Где-то 4 года назад этот человек не сходил с экранов. Коммерческий директор Дорспецстроя Олег Рыбин активно общался с журналистами. Демонстрировал оборудование будущей станции. Компания являлась суподрядчиком строительства. Правда, вместо контрактного белорусского технологического оборудования на объект частями пришло китайское. Оно-то дешевле и качественнее. Затем объясняться пришлось уже не журналистами, а силовиками. Гендиректор Дорспецстроя Александр Кац и коммерческий директор Олег Рыбин стали фигурантами уголовного дела. Они признаны виновными в совершении преступления. Им инкриминировалось покушение на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Не имея намерения выполнять условия контракта, Кац и Рыбин с целью хищения денежных средств в размере 216 миллионов рублей, выделенных на строительство станции обезжелезивания воды, осуществили поставку оборудования, технологические характеристики которого не соответствовали условиям контракта. Кроме того, в управлении коммунального хозяйства города Орла были представлены подложные документы о соответствии оборудования предъявляемым требованиям. В связи с выявлением факта, неисполнение условий муниципального контракта, деньги о Дорспецстрой перечислены не были. Гособвинитель попросил назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года и 8 месяцев каждому. Приговор Советского районного суда иной. Александру Каццу и Олегу Рыбину назначено наказание в виде штрафа каждому в размере 400 тысяч рублей. В прокуратуре области будет обжалован приговор. Сергей Сергеев, Наталья Пехтерева, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной.